С неё заклятие надо снять. Доброго времени суток, друзья. С вами снова я, Иван Сусанин. Мы продолжаем игру Ведьмак. Ведьмак 2. Убийца королей. Так, ну давайте походим немножко тут по лагерю. Посмотрим, что тут можно, в принципе, по своей сущности обнаружить, найти, да? Так. В общем-то, с этими ребятами я общался. Пойдём, посмотрим, что-нибудь дальше. Так. Там, в самом лагере, нужно побывать. Понаблюдать. Ты кто? Весь лагерь с ума сошёл из-за этих монет. Только их и ищут. Здоровые мужики, задрав жопы, ползают меж палатками, будто там сокровище какое. Да, интересно, что за монеты. Главное дело, когда разбивали лагерь, ни одной монеты не было. Ага, теперь... Ага, теперь... Значит, их разбросал кто-то. Короче, действительно, заговор тут кто-то... хороший затеял и, похоже, где-то непосредственно здесь, в самом лагере. Кто-то из своих же, скорее всего, да? Сейчас поспрашиваем у людей кто что знает. Так, это у нас эльф. Так, подожди-ка. Можно поговорить с этим? Как жизнь? Никаких разговоров с заключённым. Никаких? Ладно. Стража! Нет, погоди... ты че орешь эй а ты чё хочешь я с трезвыми не разговариваю чё так ты ищешь подрена и звал какого-то одрина но звал ищу его вот и звал а тебе что не нравится знавал я одного одрина наверняка не то откуда знаешь одрин тебе не чата это очень хороший мужик из него пить как без бабы трахаться как от им ничего ты больше не хочешь со мной говоришь нет он больше основной не хочет говорить пойдем поищем этого одря зачем он нам я хренов еще один ищет ты тоже ищешь отришь ты эй парень 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 плечет ты орешься нет это движение вообще меня напрягает больно быстро может быть нам настроить мышку потому что она че то как то через чур быстро мне двигается истина в пиве так ты кто кого я вижу славный герой из ривии ты меня знаешь а я тебя первый раз вижу это обязательно надо исправить я могу сделать тебя еще более знаменитым напишешь песенку про мои подвиги я в песнях не знаток по королевскому указу я организую рыцарские турниры мне кажется мастер вроде тебя не откажется показать свое мастерство хенсельт вообще интересуется чем-то кроме войны рыцарские турниры занятия для настоящих мужчин короля хенсельта интересует что-то кроме сражений мы в кэдвене ценим рыцарские традиции только поединки на арене позволяют рыцарю поддерживать хорошую форму и оттачивать ратные навыки и все монеты ищешь юс а что мне делать здравствуйте ждать пока в глаз падет так и с ума сойти не долго так ну что будем искать дальше ты кто кстати здоровый мужик ты случайно на руках не дерешься я же с тобой общался в чем дело а ты знаешь что нибудь о кровот квадратных монетах я собираю старые монеты интерес лагерь ты что глупый я слышал тут можно найти заморские деньги квадратные с рыбиной ничего не знаю отвали в чем дело а мне с тобой еще поговорить охота поговорить хочу поговорить хочу я здесь недавно спрашивай что ты хочешь знать а думаешь вы победите айдерн то вы победите еще как нелегко придется говорят саския собрала большие силы вокруг вергина какие у нее силы банда курдюблей холопы галадранцы и кучка скотаили а мы легор 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 лярная армия легор 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 гребанная мгла пройти не дает вчера одна рота попробовала на ту сторону сунутся только трое вернулось а а так я с тобой хочу пообщаться не хочешь ладно пойдем поищем так ладно так это какого то эльфа что ли еще это про меня на меня пропаганды ты где а а вот это кто и кто это эльф а вот это кто давай зайдем сюда внутрь таверн типа того так стоп 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 стой 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 давай поговорим приветствую это все на что ты способен да не жив не густо бля видать завтра опять будем белок резать видать будете почему удивляться без них ни один бункт не обходится ни одно лихое дело ты меня знаешь я понятия не имею кто ты сука такой но надеюсь что гражданский ради твоей же пользы да пошел ты нахер косячок замутил что мне он я я я я или я я или я или я или кто он там с ним хочется пообщаться приветствую задолбал уже орать ладно пойдем походим по лагерю еще посмотрим да тут на самом деле если все обходить довольно долго и хлопотно торговцы кузнец похоже тут где то есть да манус чего надо я хочу поворотся на руках говорят кузнецы народ крепкий щас я тебе покажу что значит сила кузнеца ну давай 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 попробуем смотри как бы у тебя что не лопнуло хочешь бороться гони монету сколько начнем давай попробуем то не знаю как у меня сейчас пойдет она давай двадцать начнем давай борьба на руках приступим ой я не ту сторону не в ту сторону я пошел блин я неправильно сделал не в ту сторону я пошел я же с другой стороны сижу ой дрель ой уй ой что-то короче я попутал похоже тут немножко блин на самом деле чуть выпутал из-за этого получился щас давай мнение Ведьмак. Ведьмак, давай, 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 давай. У тебя все получится. Давай, давай, ведьмак. Давай, давай. Все у тебя получится, ведьмачок. Старайся, старайся, парень. Вот и все. Одни меньше противника. Еще двое, наверное, по-моему, да? Я рука. А, стоп тебя. Холодный компресс приложи. Еще одного соперника в Баркенбаках. Ну ладно, пойдем искать еще других соперников. Так. Лагерь, лагерь, лагерь. Смотрим здесь, что тут интересного может быть у нас. Ой, господи, тут белый лагерь. Интересно, кто здесь в этом большом белом шатре находится. Давай пообщаемся с ними. Торговец, что ли? Или модерн. Это что, Одри? Оставь меня в покое, отец. В покое? Тут речь идет о твоей жизни. Твоя мать мне башку оторвет, если с тобой что случится. Нет. Здесь речь идет о моей чести. Мне плевать, что там кому мать оторвет. Я пойду упражняться. Оставь меня в покое, ведьмак. Надо тренироваться. Нет времени на болтовню. Так, а где этот отец? Кстати, тут заданий полно. Просто надо взять все. Чем больше я возьму, тем лучше. Так, заказ на гнильцов объявляется всем и каждому, чтобы добыть, что добрый король Хенсельт назначил награду за истребление гнильцов вблизи лагеря. А чудовищ надлежит избавиться раз и навсегда любым способом, который исполнитель заказа посчитает приемлемым. Смельчак, который перебьет гнильцов, получит из рук Проксима награду и будет отмечен в хрониках Каэдвена. Хорошо, возьмем. Гранд Тур на арене. Турнир. Волею нашего милостивого короля Хенсельта я возвещаю. На арене лагеря скоро состоится турнир. Мастерство мечного боя есть доблесть каждого солдата. Посему всякий, знакомый с военным ремеслом, может поучаствовать в этом достойном действии. Будь ты верный, служака короля или же чужеземец, мужчина или женщина, если не дрожишь ты осиновым листом от вида собственной крови, выходи на арену прежде, сообщив мне о своем желании. Слава Хенсельта. Ценешаль Проксим Девяносто Деревянный Меч. Еще задание. Награда за любые сведения о квадратных монетах. Всем офицерам и солдатам, по воле Его Королевского Величества, короля Хенсельта, сообщаю, что за любое сведение о владельцах так называемых квадратных монет назначена щедрая награда. Люди эти, предатели наших любимой родины, любой, кто с этим мерзавцами сотрудничает, либо же их покрывает, понесет наказание, как враг Каэдвена. Анонимность до носителей гарантируется. Дэдмайт. И последнее задание. Ни за что нам нужна, не за тем нам нужна башка, чтобы капюшон носить. Волос долог, ум короток. Ум седины. Не ждет. Лысина не порог, а свидетельство мудрости. Стригу и... Стригу и грей. Ищи меня в обозе. Самбор. Ну вот и все, да. Как контракт на гнильцовку. Так. Дальше. Ладно, давайте найдем отца этого парня, который... Только что чуть не... Так, а где он, кстати, где-то тут он был, да? Не правда я говорю? Что ж он в мать не пошел? Почему моя чертова кровь в нем играет? Держи себя в руках, боец! Вот этот вот. Это он, отец его, нет? Можно присесть? Разве я имею право запрещать тебе на свободное место садиться? Право никакого, но тебе может не нравится пить в моей компании. А почему это ты хочешь со мной выпить? Не люблю пить. Люблю посидеть в хорошей компании. Ты же меня знать не знаешь. У тебя глаза добрые. Так как? Делай, что хочешь. Каждый делает, как ему нравится. Вот мой сын, например, помереть решил. Он собрался биться с Летандэ Аветом по прозвищу Мясник из Цидариса. А значит, он уже труп. Кто такой Летандэ? Летандэ? Это кто такой? Убийца. На войне кругом одни убийцы. Нет. Убивать врагов, это тебе не земляков резать. А Мясник это любит. Он в этом деле лучший. Самый лучший. Они будут драться на поединке? Наверное, на арене. Что за драка-то? Так ты ничего не знаешь. Нет, конечно. Мы сидим здесь неделями, ничего не делаем. А Хенсель такого не любит. Вот он и устраивает забавы. А, ты о рыцарских турнирах? Какие турниры? Это же настоящая бойня. После поединков редко кто уходит на своих ногах. Мы как узнали в отряде, что шестая рота выставляет на арену Мясника из Цидариса. Никто не хотел вызываться. Но мы тянули жребий, а выпало с вену. Он не может отказаться? Может. Да не хочет. Гонор у щенка. Я просил, умолял. Да сын мой упрямый. Весь в отцах. Да? На что труп учесть? Я тебе помогу. А если бы я тебе помог? Ну вот это другое. Ты сам сказал. Где мне найти Свена? Он тренируется возле столовой. Перед палаткой наемников. Его трудно не заметить. Вот теперь пойдет на бойню как телок. А я и сделать ничего не смогу. Сейчас мы с ним пообщаемся. Так, а это что такое? Вот теперь пойдет на бойню как телок. А я и сделать ничего не смогу. На самом деле ничего. Ладно. Идем дальше. Заданий кучи набрали. Сейчас потихоньку будем разбираться. Со всем, что тут происходит. Кстати, вон дерево какое-то интересное. Что там висит на нем? Сэм, я с тобой не хочу бороться. Я хочу тебе помочь. Я обещал твоему отцу помочь тебе. Тогда иди и извини за то, что ты его обманул. Если тебя убьют, тебе станет легче. Если я струшу, мне станет хуже. Я не предлагаю тебе бояться. А что тогда? Отправишь мясника со срочным заданием лишить действенности Диву Айдирна? Мы будем биться парами. И твоя честь останется не запятнанной, как у 12-летней монашки. Зачем ты мне помогаешь? Это мое дело. Я не люблю оправдываться. А теперь пойди помаши мечом. Нам обоим это пригодится. Ну вот, вызвал. Я думаю, что я не зря это сделал. Мне кажется, вот этот отец, он поможет мне в выполнении моего задания. Мне сейчас просто необходимо как можно больше сторонников. Потому что здесь все-таки армия. А в армии, как говорится, каждый человек... Это лазарек, скорее всего. Каждый человек на счету. Меня зовут Мирон. Я старший аптекарь на службе у короля Хенсельта. Геральт. Геральт. Из Риме. Геральт. Происхождение и род занятий неизвестны. Пусть так. Чем могу помочь? Мне нужны кое-какие травы и лекарства. Рецепт у тебя есть? Конечно есть. Рецепт. Я шучу. Боюсь, снабжение оставляет желать лучшего. И выбор у меня скудный. Я не понял его сначала. Так, а если сыграем в кости? Тем более, я давно уже хотел сыграть в кости. Нет, давайте покажи, что ты продаешь. Покажи. Так, у тебя много всего доброго. Посмотрим, что у меня. Дополнительное оружие молот. Продаем. Нахрен он нужен. Метательное оружие. Так, может пригодиться. Доспехи. Длинные кожаные перчатки. Нахер. Нужно. Так, здесь все так понемножку. Понемножку. Вот эти вот эликсируют уже в больших количествах у меня. Бомбы есть. Отлично. Книг. Всяких полно. Так, трофеи. Ну, трофеи я продавать, естественно, не буду. Бутагены тоже. Химические компоненты у меня в нормальном количестве. Да, не очень много, не очень мало. Так. Ну и все остальное тоже примерно так, да? Значит, следовательно, пока мы не будем ничего покупать, продавать. Просто будем знать, что здесь можно кое-что приобрести. А это кто второй? Мясник? Мясник? Или кто? Что такое? Коновал. Не отвлекай. Понял. Не буду. Чем занимаешься? Кишки валяются, блин. Лазарет называется, да? Хм-хм. Ладно, пойдем посмотрим, что там у нас. Я вот какое-то время не играю, а потом, блин, мне приходится приходить еще в себя, чтобы начать игру заново. То есть, очухаться, продумать, где я нахожусь, что я делаю, чем я занимаюсь. Если я не буду общаться. Вот. Сейчас просто походим еще, поузнаем, какие задания могут быть тут интересны мне. Так, а нам к кузнецу надо еще. А. Вызвать Летанды. Авета на бой. Интересно, получится у меня этот бой или нет? Все равно пора. Пора. Давай поговорим вот с этим. Эй, Сидор! А ты че такой? Короче, ты не хочешь со мной дождь. Ладно. Пойдем вызовем на бой. Хотя бы одно задание сегодня выполним, потому что, ну уж, сколько ж можно, да? Так вот, просто отходить по одному и тому же месту. Ну, в смысле, по лагерю просто прохаживаться, когда нужно совершить какое-нибудь действие. Сейчас пойдем и вызовем на бой Летанте Авета. Да, с этими ребятами я не общался. Ну, может, потом пообщаемся. Хотя кое-что я уже сегодня сделал. Я уже в одном из поединков одержал победу. Я имею ввиду на руках побед. Но нужно для завершения всего этого дела заняться еще одним делом. Кстати, это опять я возвращаюсь сюда, да, и вот Летанте, это вот этот же парень, похоже, да? Да, у него по виду он довольно серьезный. Я ищу Летанте Авета, по прозвищу Мясник из Цидариса. Че надо? Я ищу противника. Я хочу сразиться с тобой. Вот чудной! Да все в штаны срут, как только я вынимаю свою колотушку. Говорят, в бою-то равен ведьмакам. Врод! Я лучше. Посмотрим. Придется обождать. У меня уже назначен поединок. Мы можем драться парами. Я вижу, здесь собрался цветка Эдвенского рыцарства. Наверняка найдется желающий составить тебе пару. Я Эдвин Лейстхем, по прозвищу Лепесток. Если Летанте позволит, я с радостью встану рядом с ним. А что тебя, Лепестком зовут? А зачем мне хахаль, который только и умеет, что девкам цветки обрывать? Ты оскорбляешь меня. Я получил такое прозвище, потому что втыкаю цветы в рот убитым врагам. Если захочешь что-нибудь воткнуть ведьмаку, мы договоримся. О, я думал, с кем он говорит. Оказывается, он с этим вот не разберется. Вот с этим он говорит. Его просто не видно было. Ладно, пойдем вернуться к Свену, затем победить Летанте Авенте. Ну, пойдем, пойдем, попробуем одержать сегодня победу. Получится что или нет, я не знаю. Я несу нисколько, нисколько не страшно. По-моему, все реально, все правильно. Давай поговорим со Свеном опять же. Свен, я к тебе. И что, он согласился? Конечно, согласился. Ну, пошли. Тогда пойдем. Пошли за ними. Может, я немножко неправильно сделал, может быть, надо было подготовиться на самом деле. Благородные господа, солдаты, через минуту на арене померятся силы славной Летанте Авет, прозванный Мясником Исцедариса, в паре с которым станет доблестный рыцарь Эдвин Лейстхем по прозванию Лепесток. Их противниками будут Свен, не пойми откуда, и Геральд из Ривии, детьми. Ладно, попробуем первый бой провести. Начинайте! И пусть боги им благословят победителей! Как-то я больно резво начал, да, на самом деле. Так, ну что, бой на моей стороне, нет? Эх, он меня зацепил, похоже. Я смотрю, довольно серьезно. Да, его зажать надо, бугал. Эх, похоже, что-то сильно я, он, то есть, меня цепанул, блин. Цепанул, цепанул, он меня цепанул, бля, хамуха. Так, ну я добью его все равно. Немножко осталось, блин, на самом деле. Пей его. Чуть-чуть, блин. Так, что второй? Второго мы сейчас тоже кинем. Но без проблем. Да, я Свена защитил, я думаю, этим боем. Блин, как-то я бесстрашно действительно начал биться. По крайней мере, защитил парня. Давай, 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 помогай мне. Ты же сильный боец. Без особого труда. На самом деле. Ты что? Ты не пойдешь со мной? Свен. Ладно. Бой закончен. Бой закончен как никогда лучше. Как никогда. Правильно. Вот и отец его. Благодарю тебя. Ты спас мою честь. Он башку твою спас, балда. Я теперь рыцарь. Сам король должен меня опоясать мечом. Ты родился в Хлеву, где твою мать застали схватки 18 лет назад. И этого ты никак не переменишь. Ведьмак, я же сказал, что ты можешь просить, чего хочешь. А мое слово не хуже дворянского... Да, что мне и нужно было. Значит, ты помогал не просто так. Естественно. Не стрелай. Это дело касается меня и твоего отца. Для кого ты все разнюхиваешь? Я не могу сказать. Ты тоже ничего не говори. Слово старого солдата, это тебе не пучок сена, которым гусно подтирают. Я не хочу иметь с этим ничего общего. Пойдешь к борделю мадам-король и спросишь свистушку Зосю. Мадам тебя проводит в ее палатку и когда оставит вас одних, скажешь Зоси, что хочешь, чтобы ее улыбка открыла для тебя врата рая. Ну что, мы в расчете? Да. Ты только берегись Винсена Траута. Может быть, он где-то здесь прячется, вместе с остальными заговорщиками. Он очень опасен. Детмальт его ищет. А как найдет, нас всех отправят на плаху. Если эта гнида попадет в руки чародея, то выдаст всех, лишь бы выкрутиться. Я буду осторожен. Траут носит чародейские доспехи. Даже тебе он может оказаться не по зубам. Спасибо за предупреждение. Так. Ну что ж. Давайте проверим это задание. Что оно значит у себя. Так. Так. Давайте прочитаем все задание, которое я сейчас выполнил. Геральт шел мимо столовой в Кайдвенском лагере и невольно стал свидетелем ссоры отца с сыном. Обычно ведьмак не вмешивается в семейные дрязги. Но здесь, похоже, речь шла о жизни и смерти. Нашему герою нужно было раскрыть тайну Загора, направленного против короля Хенцельта. И ему нужны были любые сведения на помощь приятелей ведьмаков. Рассчитывать не приходилось. В Кайдвенском лагере их можно было посчитать по пальцам одной руки. И я о чем и говорю. Зато Геральт знал, что люди гораздо более склонны помогать, если им самим окажут услуги. А потому решил поговорить со старым воином. Как оказалось позже, это было правильное решение. Старого солдата с Валей Манн... Фред. Этот человек согласился помочь Вельмаку в расследовании, при условии, что Геральт спасет его сына Свена. Свен был горячим парнем. Он непременно хотел сойтись в поединке со знатным мастником из Сидариса. Паренька ждала неминуема смерть, и Геральт решил, что они будут драться вдвоем. То есть двое на двое. Осталось только убедить в этом грозного Летан де Авета. Мясника из Сидариса не пришлось долго уговаривать. После этого Геральт зашел к Свену, и вместе они вернулись к палатке Леган де Авета. Мясник готовился к бою, ждал, пока подойдут его противники. Нужна должная каждому. Свен был исключительно безучи, а Геральт довольно умен. Противники были побеждены главным образом благодаря нечеловеческой ловкости ведьмака. Впрочем, не славы победителя он жаждал. Он помог Манфреду, и теперь ждал, что тот старый солдат расскажет ему о заговоре. Увидав, что сын его жив, здоров, и вдобавок одержал вех над Летантой Аветом, Манфред, обрадовался безмерно старый вояка. Сдержал свое слово и рассказал ему все, что знал о заговоре. Ну что ж, следующий этап мы примерно знаем, да? Нужно идти к королеве какой-то, да, там... Королева, по-моему, ее зовут, да? Шлюшка. Главная. И, следовательно, попросить кого-то там, чтобы она... Короче, давайте посмотрим, где она. Теория заговора, да? Так, хотите знать, как Грилл оказался замешан в заговоре на самом высоком уровне? Так вот, нашего героя вызвал в себе Детмальд. Худшего начала и ждать нельзя. Ну, да. Чародей знал, что ведьмак интересуется проклятием, наложенным на поле битвы, и сумел подсказать им, насколько солдат... Несколько солдат вступили в заговор, который был, как нельзя, более тесно связан с проклятием. Чего добивали заговорщики или кто состоял в заговоре, Детмальд не знал. Получив столь точное указание, Геральд решил осмотреться в лагере. Как узнать, что ты имеешь дело с заговором, если тебе дают квадратную монету, потом вилят идти в бордель, просить там Зоську-свистушку и сказать ей, что ее улыбка открыла тебе в ротарай. Тогда в гадалки не ходи, ты связался с заговорщиками. Вот примерно так. Ладно, походим еще здесь, но, по крайней мере, сейчас я уже знаю немножко о заговоре, немножко двигаюсь вперед. Так, будем ходить дальше, но это уже будет в следующей серии. Думаю, что сейчас мне нужно найти этот самый бордель, который здесь где-то находится по-любому недалеко, и поговорить с куртизанками. Ага, точно. Хорошо я буду знать. Пройдемся немножко. Ну ладно, это уже в следующей серии. Сегодня я прощаюсь с вами. Всего доброго. Пока-пока.